Дорогие друзья, рада вам представить замечательную пару. Это их первое время вообще в Израиле. Они пришли к нам в студию сегодня в Иерусалим. Мы когда-то познакомились много лет назад на пастырских каникулах в Петербурге. И они пришли засвидетельствовать, слава Богу, о потрясающем пути исцеления, через который Господь их провёл. Когда мы сейчас вспоминали и разговаривали об этом, было удивительно, пробирая действительно до слёз, потому что пастыр Иван с супругой узнали о страшном диагнозе, о том, что у него несколько опухолей, и стадия уже практически неоперабельная, хотя врачи, повинуясь своему долгу и пониманию, предлагали им лечь срочно под нож, вдруг всё-таки что-то получится, хотя сами говорили, что это практически бесполезно, потому что жить осталось несколько дней. И вот во время этого решения, это было в начале мая прошлого года, буквально через несколько, через две недели, Мира, их дочь прилетела к нам сюда, здесь у нас проходил молитвенный марафон, марафон благословения. И во время этого марафона мы молились, были потрясающие чудеса. Одно из чудес пришло в ответ на молитву Миры, которая ходатайствовала в эфире, и получила слово знания о том, что человек получает исцеление от рака, человек практически сразу же написал, «Я слышу вашу молитву, я чувствую прикосновение Божье». И буквально к концу марафона на третий день он написал, «Я проверился, это было, по-моему, то ли из Голландии, то ли из Нидерландов, вот эта страна». И он написал, «У меня была лейкемия, у меня тоже была уже очень серьёзная стадия, и я прошёл проверку, и Господь меня исцелил». Это одно из самых быстрых свидетельств вот таких сильных-сильных заболеваний. Господь уже тогда вёл и созидал это, собирал это молитвенное помазание над этой семьёй. Но я верю, что это также знамение для тех из вас, кто сейчас находится в долине плача, кто сейчас идёт своим тяжёлым путём с этим крестом, который Иисус говорит, «Я хочу разделить с тобою». И вот наши гости поделятся сейчас тем, как они узнали об этом диагнозе, как они принимали решение, потому что было очень много смятения, конечно. Вы, как посвящённые Богу люди, наверное, не готовились к такому. Как вы узнали о диагнозе? Как вы уже сказали, что в начале мая прошлого года мне поставили диагноз – рак четвёртой степени. То есть что этому предшествовало? То есть вы себя как-то чувствовали, или всё было более-менее нормально? Как-то более-менее нормально, но как-то сын говорит, что папа, пора заняться твоим здоровьем, потому что вроде бы как бы себя нормально чувствовал, но как-то я замечал, что я то таблетки, то похудел, то нужно помолюсь. Живот иногда болит, да? Живот боли были, да. Ну, такие незначительные, но как бы он замечал это. Потом говорит, «Всё, папа, достаточно». И он завёз меня в скорую помощь, на станцию. И потом там буквально сделали анализ, гемиглобин меня померили. Значит, анализ крови у меня был гемиглобин очень низкий, 55. А должен быть какой норма в среднем? 150. Три раза ниже нормы. Да. И мне сразу же там инвалидную коляску, чтобы вам ходить нельзя. Но я как бы говорю, я себя ещё неплохо чувствую. Нет, нет, нет. И меня повезли сразу в отделение. И на завтра же буквально мне сделали колоноскопию и определили, что у меня опухоль. Взяли биопсию и через буквально некоторое время, через несколько дней, сделали заключение, что это доказательная опухоль. И поэтому сказали, что есть онкодиспансер, то есть мы вас больше держать не можем, мы вас выписываем в направлении и езжайте там. Вам нужна необходима срочная операция. То есть это в основе было врачей. И когда мы приехали в онкодиспансер у нас, то сказали же, да, мы вас положим, прооперируем, но сын мой как-то говорит о МРТ, КТ сделать. Дополнительное обследование. Хотели бы получить. Более серьёзное обследование, картину получить ясную, что происходит в организме. Они говорят, что вы не врач или вы врач. Нет, не врач. Вот вы, значит, что вы понимаете, поэтому разрежем. Поэтому операция очень критичная, да? Да. Опасная для жизни. Да, смертельная. Один миллиметр проходимости. Да, один миллиметр проходимости. Это может в любой момент возникнуть что-нибудь осложнение, мы вас просто не спасём. Я хочу сказать, что диагноз был рак кишечника с несколькими злокачественными образованиями в нескольких местах. И поэтому сразу поставили вот этот, оттуда возник этот диагноз, что проходимость кишечника только один миллиметр. И в любой момент мог произойти физиологический коллапс просто организма. То есть человек мог просто умереть не даже от рака, а именно от того, что организм не мог функционировать. Я немного забегаю вперёд и, может быть, вот обрисую в целом ситуацию, чтобы не вдаваться во все детали, что семья приняла очень правильное решение. Поскольку они знали Бога, они приняли решение молиться и услышать ответ от Бога, надо ли им соглашаться с вот этим экстренным предложением врачей, которые сказали, ложитесь под нож, мы будем вас резать. Через три дня. Даже без более глубокого обследования. Уж разрежем, и там будем смотреть, что получится. Вскрытие покажет. Да, вскрытие покажет. И, Валентина, поделитесь, какие несколько важных духовных знаков, внутренних знаков были для вас от Бога в это время? Было такое сразу спокойствие от Господа. Если Господь сохранил до сегодняшнего дня при таком диагнозе, при таком состоянии нас Он хранил, и мы дожили, то неужели нужно в течение трёх дней сразу же так паниковать и тут же ложиться под нож? Мы приняли решение молиться. Прежде всего, когда услышали этот диагноз, мы приняли решение занять такую ходатайственную позицию, подключили всех своих друзей, кого знали через соцсети. Мы просто поняли, что здесь в одиночку мы не сможем что-то сделать. И врачи при таком раскладе дела, тоже мы не можем уповать на врачей полностью, что они сейчас нас тут что-то выведут к жизни. И поэтому мы приняли решение просто не пойти на операцию в этом срочном порядке. Подключили ходатайов, чтобы молиться. У вас был как раз молитвенный и слёт поклонников. У нас как раз через три недели должен был проходить слёт поклонников Бога. Это мероприятие, к которому мы трепетно относились, к которому готовились, приглашали поклонников, поддерживали с ними связь. И это для нас было важно, это мероприятие. Это мы видели, услышали в этом повеление от Господа проводить это мероприятие. И когда пришло от врачей такое предложение срочно под нож, что значит, что и всё мероприятие должно было как-то отмениться, и все мы должны оказаться в какой-то панике, мы решили не паниковать, сохранять спокойствие, продолжать намеченное служение, которое должно было состояться, сделать, советоваться с другими врачами, пройти дополнительное обследование. И потом, конечно же, мы не собирались отвергать предложение врачей полностью. Мы хотели просто не поддаваться панике. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы, приняв решение, вот вериться в руки Божьи, то есть вы, по сути дела, сказали, Господь, люди мне говорят, что я умру. Вполне возможно, что это может произойти в течение этих трёх недель до этого события. Я отдаю тебе себя, чтобы ты сохранил меня, но если так не получится, то вы были готовы уйти, но вот отдав это решение Богу. Правильно? Что было у вас в сердце? Было ли вам страшно положиться вот так на Бога? Ну, вначале, когда мне сказали такой диагноз, то у меня как бы земля выходила с под ног. И когда ещё говорят, что это уже один миллиметр, вы понимаете, что может где-то в пути что-то произойти, но мы просто решили полностью появляться на основании Слова Божьего, смириться где-то и действительно ждать ответа от Господа. И тогда к вам пришёл мир. Да, и мы ожидали чуда. Спасибо. То есть была вера, было ожидание. У нас осталось буквально около 10 минут, поэтому мне хочется... Я позволю себе немного рассказать вашу историю. Вы приняли на себя ответственность за ваши взаимоотношения, за ваше время на земле. С одной стороны, то есть вы приняли решение, что вы не пойдёте так, как говорят вам один врач. Вы спрашиваете Бога, вы молитесь, вы получаете подтверждение в сердце, в душе. Не только Иван, который находился в самой критической ситуации, но его семья была едина с ним, что очень на самом деле важно, что очень здорово, что паника не овладела его семьёй, что никто не говорил, нет, нет, срочно, что ты делаешь, пусть тебя режут, пусть тебя оперируют. Семья была едина, семья в любви поддерживала своего папу, своего мужа. И Иван, вместо отведённых ему врачами нескольких дней или недели, он прошёл через время слёта, встретился с людьми, которые готовились, прилетели к ним. Это было время поклонения. И после этого они сделали следующий правильный шаг. Они съездили в Украину, они съездили в Киев, они приехали в столицу Беларуси, где они также проконсультировались с ведущими врачами по их ситуации, чтобы услышать и собрать не только духовный совет, скажем, да, но получить вот такой объединённый совет, услышать разные мнения врачей о том, что происходит. И всё это время они молились, они молились, и Господь давал им подкрепление, Господь давал им силы жить, проходить дальше с этим страшным диагнозом, Господь давал ободрение. В итоге сложилось таким образом, что даже когда ситуация в больнице выглядела не очень благоприятно, и врач, который брался оперировать, был совсем молодой, Господь сделал так, что Ивана, который согласился, дал согласие в конечном итоге на операцию, но он согласился, скрепя сердце. На удаление всех органов. Потому что врачи перед операцией просто написали целый договор согласия, что из него вырежут всё, что возможно вообще. А они собирались вырезать там и часть кишечника, и сказали, что придётся удалить мочевой пузырь, может быть, ещё что-то им потребуется. И это, конечно, что важно, что это Ивану не понравилось, что он не хотел жить с отсутствием органов, а он собирался жить, что тоже важно, он верил, что к этому моменту Бог его проведёт, проведёт через вот эту долину смертной тени. Вся семья поддерживала его в молитве мира, тогда создала молитвенную группу, в том числе группу ходатайев, где было много молитв, вознесено, объединены люди отдельно за её папу. Но туда люди и свои нужды также писали, поэтому это не была только односторонняя молитва, это была именно группа поддержки, которая вот когда была химиотерапия, когда была сама операция, они молились постоянно. Поэтому если у вас есть возможность, телеканал ТБН, наши молитвенные группы, если рядом с вами есть молитвенники, используйте все возможности. И настал день операции, вместо молодого врача Господь привёл к Ивану своему возлюбленному сыну, которого он знает по имени, двух кандидатов медицинских наук, которые обладают огромным опытом работы с полостными больными, с работой с кишечником, внутренними органами. И во время операции происходит ряд чудес, как естественных, потому что руки врачей просто обрели необычайную чувствительность с тем, чтобы удалить все метастазы, не повредив жизненно важные органы, никак не задев. В это время пастор Иван имеет духовное откровение. Пока с телом работают врачи, Господь показывает ему потрясающее духовное видение. Что происходило, Иван? Расскажите, пожалуйста. Да, я хочу поблагодарить за тех людей, которые молились, за вас, за то, что вы поддержали. Это очень важно, потому что я уже сам только надеялся на Господа, и поэтому доверял это все действительно Господу. И поэтому большая поддержка, она чувствовалась. Мне звонили люди, даже которые меня не знали, писали смс, ободряли, и это было очень важно, потому что в такой момент ты просто как бы один не можешь справиться, как сегодня говорил за теми, что один или команда, команда, команда очень важна. И поэтому спасибо за ту команду, которая действительно поддерживает меня. Знакомых или незнакомых? Да, знакомых или незнакомых. Совершенно незнакомые люди. Но вы попали в небесную команду. Расскажите, что это было? Это настолько интересно? Операция у меня длилась 7 часов, и в это время я просто оказался на небесах. Я оказался на такой дороге, как бы серебристой, такая плотинова, такая сверкающая, и я оказался на ней. И я вижу ангела, который там трехметрового роста такого, и я сразу же, как оказался, то спрашиваю, запчасти? Есть? Запчасти есть, да. На небесах. Под запчастями вы имеете внутренние органы, правильно? Меня это очень интересовало. Потому что только что подписался, что можете удалять все, что хотите. Поэтому меня очень интересовало, запчасти. И я вдруг так вот оказываюсь в такое помещение, такое очень прозрачное, светлые комнаты, и вот вижу там, значит, суставы, конечности, руки, ноги, плечи. Вот. И я говорю, нет, меня интересуют внутренние органы. меня срочно надо запчасти. Срочно кишечник. Вот. Да. И когда оказалась в комнате, то там такая вот как бы прохлада, как кондиционер, вот такой вот именно, да, температура. Вот. Это другая комната была совершенно большая. и там вижу так вот как бы на столах такие вот стеклянные и печень лежит. Емкости. Вот. Да, емкости. И печень, но она функционирует, она вот, пульсирует. И затем вижу так вот где-то лежали, где-то какие-то там кишечники там вот, вот, мочевой пузырь увидел тоже. Вот. Который у вас был под угрозой удаления. И меня это так ободрило, что есть запчасти, что это здорово. Что они живые, да, функциональные. И они, да, как бы так вот движение такое есть. Шевелятся. Вот. И действительно это ободрило меня. Вот. И затем мы так как бы с ангелом так вот в духе... Проснулся. Да. Он мне сказал, что будут возможности, что Бог дает возможности человечеству, что способны будут даже из частицы органа, да, вырастить необходимого размера даже там или... нарастить, да. Сила, присутствие духа, молитвы. В молитве можно будет получать сверхъестественные чудеса. Да. Восстановление частей тела, органов. Я не знаю, как голову можно восстановить. если вы там видели, значит, что-то такое происходит. так говорит Слово Божье. Вот. И затем мы уже оказались другая картина. Я видел людей, которые уходили из жизни, то есть в пожилом возрасте, но там они были, и просто я их узнавал, и что это люди, они были гораздо моложе, и они очень красиво смотрелись, и даже некоторые там говорили слово, что надо там ободрить там вот пастора, что... Передавали на землю, да, ободрение. Ободрение, да, что их это радует, что несут. Некоторые, что там огорчаются, что... Не огорчайтесь, что мы ушли, да, а наоборот, это радует, что мы живы. Что у нас есть возможность нести служение там пасторю, жена передавала такой привет, как бы. Да, 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 чтобы он не печалился, чтобы не печалился, продолжал нести служение. Вот, это было радостно. Вау. и поэтому я тоже увидел потом следующее, мне открылось там, что было очень... Было много народа, и было светло, свет был такой, вот, очень яркий, светлый, и мне такая радость тоже пришла, и я говорю, я хочу туда, и мне он говорит, ангел говорит, что нет, тебе еще рано. То есть, ваше время на земле еще не закончилось, и вы вернулись, и вы вернулись, и уже потом, придя в сознание, ваша семья тоже узнала, что действительно, вот, физически произошло очень много чудес. Я, как тоже жена человека, который проходил через такую операцию, могу свидетельствовать, что когда мы общались с онковрачами, если метастазы, касались уже печени, то это, в общем-то, считался уже практически полностью смертный диагноз, даже на четвертой стадии, там, если можно было что-то вырезать, да, но печень, это практически нет, и вот эти метастазы были физически удалены от печени Ивана, сохранен мочевой пузырь, сохранены, внутренние органы, это было просто удивительно, и Бог провел его, дальше был период и восстановления, были химиотерапии, которые всегда сопровождались молитвой, здесь есть один, спасибо вам за благодарности, но есть одно такое, очень горькое замечание, Николай, молитва, она нужна, но почему она одним помогает, и говорим, что это чудо, а другие также молятся и не помогают, а жить хочется всем, знаете, Николай, я думаю, что это вообще очень, ну как бы вопрос, на который очень непросто ответить, вот для себя я скажу, что, во-первых, молитва всегда помогает, она всегда помогает, в нашем случае, я думаю, что мы сделали все-таки ряд неправильных ошибок, была растерянность определенная, и я думаю, что недостаток молитвы, все-таки вот такой поддерживающий молитвы, чтобы мы прошли полностью весь этот путь, там была некоторая растерянность, может быть, действительно, мы, может быть, еще не можем получить, если враг очень жестко стоит на том, чтобы мы не получили свой ответ, как яркая иллюстрация этого есть в книге пророка Даниила, который 21 день молился за свой народ, не за себя даже, за свой народ, ангел посетил его и сказал сразу же, Бог услышал тебя, но князь этого места, он стоял против меня, и шло буквально духовно-военное противостояние между силами тьмы, которые не давали получить Божий ответ, поэтому есть вот эта массивность, массивность сопротивления, и массивность также духовного нашего, водительства, духовного присутствия, духовного помазания, друзья, мы должны поэтому поддерживать друг друга, как команда, как семья, пастор Иван и Валентина, они честно признают, что когда этот диагноз свалился просто на них, как лавина снежная, Иван был слаб и телом, и душою, и ему одному было бы не справиться с тем, чтобы пройти через все эти процессы, через все эти этапы, семья, знакомые и незнакомые люди, кто в молитве поддерживали их, это чрезвычайно важно, драгоценно, поэтому мы так важны друг для друга, я хочу попросить вас, и Иван, и Валентина, победите, пожалуйста, в молитве, за взаимоотношения, за детей, которые взяты из детдома, и которые умственно отсталы, им нужно восстановление, чтобы были восстановлены взаимоотношения, чтобы у кого-то образовалась семья, чтобы была избавлена супруги от вины, дочь развелась с мужем, через несколько дней он скоропостиженно скончался, все родственники ее обвиняют, она сама чувствует свою вину, пусть Господь даст покаяние, мир и прощение, диабет, опухоль в головном мозге, покаяние, финансовый прорыв, множество самых разных проблем, пожалуйста, Господь Целитель, Аминь. Аминь. Бои Министерства Христа, мы благодарим Тебя, Папочка, за Твое присутствие здесь, на всем месте, на этой святой земле, мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем свидетельствовать, что Ты делаешь сверхъестественное, что Ты можешь посещать сегодня, и как Ты посещал меня тогда, когда мне было невозможно даже согнуться, но когда я просил Тебя почесать мне пальчик, и Ты это делал, и это я чувствовал реально, и я верю, что сегодня Ты делаешь это так же реально. И мы, Дух Святой, мы просим Тебя, наполни сегодня каждого, кто нуждается в Тебе. Ты видишь этих людей, которые сегодня заявляют свои нужды, они заявляют это открыто, не боясь, Господь. И сегодня я свидетельствовал о том, открыто сегодня говорю о том, что Ты силен сегодня сделать невозможное возможным. И люди не нашли, врачи не нашли эти опухоли, но Ты доказал свое свидетельство, и мы сегодня ценим это Твое слово. Слава Тебе! И во имя Иса Христа, мы поверяем, там вопрос онкологии, во имя Иса Христа, мы поверяем, чтобы костный мох вырабатывал правильно вещества, во имя Иса Христа, чтобы голова эта пришла в порядок, во имя Иса Христа, всякий рак, уходи во имя Иса Христа, тебе нет места в этой голове, уходи вон от этого человека, брайся прочь вон, уходи вон, во имя Иса Христа, мы поверяем рак высохнуть и убраться вон из его головы. Дух Святой, наполни сегодня любовью своей, сердца людей, Боже, дай правильные взаимоотношения, дай правильные отношения, даруй, чтобы люди ценили друг друга, любили друг друга, заботились о друг друга. Ты видишь сегодня людей, которые сегодня неполноценны, во имя Иса Христа, мы поверяем всяким духом депрессии, уходи вон от них, во имя Иса Христа, сатана, убирайся прочь вон, во имя Иса Христа, дьявол, оставь их, убирайся, тебе нет места в их разуме, уходи вон от них, во имя Иса Христа, мы разрушаем всякое твое владительство, которое ты еще завладел с детства, во имя Иса Христа, убирайся прочь вон, Дух Святой, наполни, завладей этими людьми, Дух Святой, наполни их, Господь Боже, даруй, чтобы они ухватились за тебя, как зланицамого спасителя и получили спасение. Во имя Иса C West мы развращаем исцеление в их мозге. Во имя Иса C West слава Тебе. Злой дух, убирайся прочь вон от них. Дух Святой, наполни сегодня людей. Ты видишь сегодня люди, которые нуждаются в исцелении, которые сегодня болят ноги, которые болят суставы. Во имя Иса C West мы разрушаем всякие заболевания. Во имя Иса C West мы развращаем исцеление в их костях, В их стреляющая сила пусть наполнит их позвоночник во имя История Христа, да будут они стреляны. Слава тебе, Боже. Ты видишь неправильное отношение родителей с детьми где-то, где-то уходят дети из дома. И во имя История Христа, Господь, Боже. Коснись детей, Господь, Боже. Даруй, чтобы они вернулись под подков дома своего. Даруй, чтобы они чувствовали власть родителей, Господь. Чтобы они вернулись, Господь, Боже, как однажды блудный сын. Он вернулся, он почувствовал, что его дом лучше, чем сегодня дома, которые приглашают его. И во имя История Христа мы вливаем, чтобы дети возвратились в дома свои. Слава тебе, слава тебе, благодарим тебя. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе за чудесное свидетельство. Мы верим, что это подбодряет многих из вас. Смотрите телеканал ТБ, можете пересмотреть эту программу. Завтра она будет уже на сайте, в приложении телеканала ТБН. Молитесь друг за друга. Таким образом, мы не только помогаем тем, за кого мы молимся, но мы и помогаем себе. И Господь созидает армию друзей. Господь созидает вашу духовную семью. Будьте благословенны, наш Господь живой, чудесный, сверхъестественный и любящий. Аллилуйя. Аминь. Аминь.